Да? А как вести себя с человеком? Как вести себя с человеком, самовлюблёгом, не так достаточно, самовлюблёгом, который в какой-то момент глаз высился, не так увлёгся этим состоянием, что это затрагивает уже не только близких людей, вружение, а и незнакомых людей вообще в собственных вопросах. И из-за этого постоянно скандал сложности, понимания, ссоры. Как вести себя вести себя? Надо принять этого человека. Вот что человек может быть таким, надо принять. И тогда, после этого, верить, что он изменится. И тогда он начнёт меняться в человеке. А если ты просто, в принципе, его не можешь принять таким, значит, ты тоже такой же самовлюблённый. Это твоя судьба тебе показала тебя. Но если ты можешь принять тогда, но потом дальше по добрые отношения, всё, человек меняется сразу же, тут же. Нет непреодолимых ситуаций. Непреодолимые ситуации – это наша просто лень души. Три с половиной месяца работа над собой. Тут же молитва не нужна. Просто нужна… Нет, молитва нужна для того, чтобы принять человека просто. И всё. Работа не над человеком нужна, а над принятием. Просто принять человека. И всё. Вы же притянулись к этому человеку? Значит, он вам нужен именно такой человек. Это ваша судьба. Примите этого человека, потом по-доброму начните относиться снисходительно. Вот самовлюблённость – это кошмар. А самовлюблённость может по-другому восприниматься. Я вам приведу пример. У меня есть один знакомый. Он такой сильный руководитель. Очень сильный руководитель. И у него ребёнок, начальство 100%. Ребёнок такой вот такой. И он его как бы называет, ну, как бы очень уважительно говорит, «Вы не соизволите покушать?» Ну, ребёнком пять лет был такой. Я подумаю. Вот. «Подумайте, как бы у нас уже всё накрыто». Ну, примерно так, как бы с ним общаются. Ну, потому что этот ребёнок был директором завода там в прошлой жизни. Понимаете? Другое отношение он не принимает. Ну, как бы отец посмотрел, как бы, что за труд родился. Принял его таким, как он есть, и строит с ним соответствующие отношения. Всё. И вот как? Хорошо кушать. Значит, сейчас пойдём кушать. А что, собственно, кушать? Вот это вот. Хорошо. Вот это я сегодня не буду кушать. А если унижать этого ребёнка? Говорит, ты чего тут делаешься тут? Тогда он будет бунтовать, начнёт ругаться, топать ногами и станет бандитом просто. Но возглавлять бандитскую группировку будет. Всё равно он будет начальником по-любому. Вы его не можете сделать никем другим. Потому что он был начальником в прошлом. Но если ты хочешь его так воспитывать, он будет возглавлять просто бандитскую группировку. А если хочешь, чтобы он начальником завода был, прими его таким и уважай. Относись к нему уважительно. Вот мультфильм «Жизнь дядя Фёдора». Дядя Фёдор – это мальчик, который возглавляет собаку, кошку. Ему родители говорят, дядя Фёдор, иди сюда. Ты куда? Он говорит, я поеду в Простоквашино. Дядя Фёдор говорит, ну хорошо. Хорошо. Мы тоже приедем, когда износим, мама говорит, когда изношу три платья, тогда приеду. На курорт мы едем, три платья мне там надо поносить, когда три платья поношу, тогда приедем в Простоквашино. Дядя Фёдор. Начальство. Есть разные люди. Понимаете, иногда человек в прошлом достигает очень больших успехов в жизни. И в этой он так себя чувствует. Он же не может как-то по-другому себя чувствовать. Он же тот же самый человек. Понимаете, каким он был, таким осталось. Всё. Просто тело другим стало. Он себя уже не помнит в прошлом. Но каким он был, он помнит. И, как бы, вот эти понты, когда у детей, допустим, у людей, у каких-то, когда люди у себя так идут, это указывает на их потенциал внутренний. Это называется сила благочестия. Она сначала выражается как гордость в детях, в людях. И надо в человеке это распознать, вот это благочестие и, ну, соответственно, относиться к нему с уважением. И тогда ты в нём развиваешь силу, то есть это его недостаток превращается в силу в результате. Вот если, допустим, человек самоуверенный, если его поддержать, ну, как бы это воспринимать, это как, ну, так, с юмором чуть-чуть, по-доброму, по-доброму, то этот человек может достигнуть потом такого положения, как он себя показывает. То есть он может действительно стать таким, если его не ломать и не восхвалять, а просто по-доброму так. Вот так вот. Вот так вот. Продолжение следует...